Всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверево, и это пару новостей с полей YouTube. Это та площадка, на которой я поражу больше всего времени, и вот в последнюю неделю там появилось несколько типа новых функций или фишек, давайте я сейчас вам их покажу. Ставьте пальчик наверх и комментарий, что-нибудь там напишите. Ну, погнали смотреть. Вперед! Горячие гаджеты и новинки Apple в самом дружелюбном магазине Macov.net. Подпишекам скидки. Вообще смысл этого ролика в чем? Ну, показать и обсудить, скажу вам свое мнение, что тут изменилось. Ну, по крайней мере, вот три фишки последних за последний, наверное, месяц тут ввели. И накопилось их много, давайте покажу. Итак, что у нас изменилось? Во-первых, это YouTube-аналитика. Теперь у нас YouTube-аналитика выглядит немножко по-другому, нежели была месяц назад. Она стала, не знаю, на мой взгляд, не очень удобной. И за последний, наверное, год все, что меняет YouTube, точнее Google в YouTube, все, не знаю, мне не нравится. Хотя вот к этому интерфейсу мы уже привыкли. Тут бац, опять давайте мы поменяем визуально всю статистику. Поменяли. Мне вот так вот не нравится. Раньше эти диаграммы были меньше и прикольней. Но хорошо сделали настройку, что можно отображать теперь то, что тебе нужно. То есть у меня стоит, видите, настройка в рублях, этот месяц, по дням, контент, в минутах. Это можно все под себя выставлять. Это круто. А вот отображение вот этих вот, мне не нравится. Буквально, наверное, неделю назад изменили данные в реальном времени. Они раньше выглядели как-то более прикольно, они сразу открывались. И здесь было видно, сколько у тебя идет просмотров, ну вот, ежеминутно. Сейчас изменили, все это выглядит вот так вот. По мне это тоже стало не очень удобно, потому что раньше было круче. И неужели вот они не собирают информацию? Или не знаю, откуда они это вообще берут? Вот эти идеи, что давайте теперь сделаем так. Ребят, те, кто занимается тоже производством контента, скажите, удобнее стало, неудобнее? Вот мне лично нет. И вот первое в статистике стало как-то не очень прикольно. Нет такого, что сделали новое, я сказал, вау, круто, прикольно, буду этим пользоваться. Приходится привыкать. Последние, даже года два, просто привыкать. Когда вот постоянно здесь все меняют. Много всего становится, очень много всего. То есть теперь нужно зайти в ролик. Вот раньше она была вот такая вот статистика. Сразу по всем роликам можно было вверх-вниз вот так вот мотать. Теперь она как бы общая. То есть вот такой детализации нету. Нужно нажать на ролик. А раньше она была прям вся вот здесь вот. Хотя она и сейчас есть, но здесь они очень маленькие. Теперь еще убрали менеджер видео. Теперь, чтобы зайти в свои видосы, нужно нажать панель управления. И вот отсюда теперь можно уже в менеджер видео перейти. Раньше можно было зайти в YouTube аналитику, оттуда перейти в менеджер видео, вернуться. Сейчас это можно сделать только отсюда. Неудобно. Изменили еще, добавили переводчик, стали зарабатывать на этом. Кстати, уже заметил, что некоторые на русском YouTube ввели платные подписки. Удачи! Интересно, много ли народу будет платить, к примеру, за один канал даже 60 рублей. Хм, странно, не знаю. Ладно, видосы остаются бесплатными и будут всегда бесплатными. Надеюсь на это, слава богу. Так, поехали дальше. Смотрите, теперь появилась клавиша перевод. Раньше такого не было. То есть ты загружаешь видос, раньше была монетизация. Здесь можно было все включить, выключить. Ну, они как всегда включены и все расширены на настройки. Перевод. Смотрите, можно заказать перевод. Это в бета-режиме сейчас работает, профессиональный перевод. Ну, возможно, это точно не для любителей, вот как мы с вами, а для реально профессиональных, там, может, компаний, здоровенных. Тема в чем? Ты, короче, берешь вот это свое описание, название. Оригинальный язык русский. Вот это все твое большое описание. Возможно, там какой-то рассказ будет. Не тупо вот эти ссылки, которые мы все ставим на своей соцсеть, там, на рекламу и так далее. Выбираем английский язык. Можно вот африканск, африканск выбрать. И дальше оплата. То есть теперь можно за, ну, смотрите, на самом деле, это за хрена, 50 долларов, это сколько, там, 3000, 3000 рублей, даже больше, перевести свое описание. Ну, понятно, что это нам нахрен не нужно. Здесь, смотрите, минимальная цена для этого языка 49. Это при том на английский количество слов 139. А, нифига, она еще по количеству слов считает. Можно использовать промокод. То есть теперь можно перевести все свое описание и название ролика на любой язык, какой ты захочешь. Прикольно, да? Вот этот вот язык перевода здесь не работает пока ни хрена. На каком языке они написаны? Русский. На какой язык следует перевести? И вот здесь вот, даже если мы наберем английский, ни хрена он ничего не переводит. А, вот добавить язык. Нет, смотрите, перевел, да? Английский язык перевода. И... Что, это надо вот так вот скопировать, что ли? Ну-ка. Чуть ни хрена, не работает. Все изменения сохранены. Введите название. Привет. Сохранить. Привет. Ну, не работает ни хрена. Язык перевода. Это, конечно, не персонально, поэтому и не переводит. Ха-ха-ха. Давайте, что, вообще удалим, а то тут, что, набедоколим еще. Изменилось. Подписки все заметили, да? Как вы нашли это видео? Все опять нахрен поменялось. Просто рекомендованные. Михалыч, что ли? Ха-ха-ха. Подписки. Заходим. И смотрите, в чем прикол. Раньше, помните, года два-три назад именно подписки выглядели именно так. Именно так. Потом от этого ушли нахрен и начали делать, помните, так этим, типа, блин, горизонтально, что ли, одно видео и сразу описание. И ты вот листаешь, листаешь, у тебя просто постоянно мышка работает или чем-то там листаешь. Вернули опять старое все. Теперь у нас маленькие значки везде, везде, пожалуйста. Раньше вот было, как сейчас, в мобильных версиях. Хотя, блин, мобильную версию тоже изменили, тоже к худшему. Блин, не знаю, кто там над этим работает. Посоветовались бы, может, с блогерами. Теперь я вам скажу, что даже я, выбирая, что смотреть, во-первых, я смотрю на картинку. Картинка – это решающая тема. Вот, видите, даже Семенова посмотрел. Это решающая тема. То есть, смотришь там, о, обзор проектора. Ну, картинки никакой, глаз сюда не ложится. Вот сразу, вот, сюда ложится. То есть, на девушку ложится, ну, так как я парень, понятное дело. Вот, яркие картинки. И смотришь сначала по картинке, а не по названию. И уж точно не по, ну, как, автору. И во втором ты уже считаешь, что там, смотреть, не смотреть. Может, тебе сегодня не нравится это смотреть. Может, нравится это смотреть. Вот, как вы относитесь к таким подпискам? Мне, к примеру, раньше они нравились. И когда ты смотришь, было не просмотрено, она вообще отсюда убиралась. То есть, из типа фида. Ну, вообще, фид вот так вот прикольнее выглядит. Намного информативнее. И такое ощущение, что много всего можно посмотреть. Раньше такого не было ни... Ну, точнее, было давно. Я же хочу от вас получить ответы. Как вот насчет аналитики, если вы автор и пользуетесь. Понравилось, не понравилось. Насчет перевода, что думаете? Особенно за 50 баксов. Не знаю, а обычный перевод тут просто не работает. Вроде там кавиш, ты, может, не нажмешь. Не работает ни хрена. И вот, что под подписком? Под подписком? Что под подписком? В принципе, прикольно. Вот, смотри, здесь сегодня. Здесь что? А, вчера. Вот это удобно сделано. Сразу тебе, брат, все твои подписки. У меня их, по-моему, 350 или что-то такое. А может и больше. Ладно, давайте. В комментариях выражайте свое мнение. С вами был Илья Ходоверед. Пока.